Привет, любитель стратегических игр! Ты видишь и слышишь Алексея Халецкого. Это значит, что ты на канале Лёша Играет и смотришь продолжение партии за Йонлэ Китайского, который делает всем лидзя втихаря, ну или в открытую подходит и делает. В любом случае, если случайно наткнулись на это видео, то переходите к первой серии. Ссылка на весь плейлист в описании в прикреплённом комментарии. Там же, кстати, спонсоры канала. Все серии видят сразу. Большое спасибо вам за поддержку. И давайте продолжать. Мы вышли в античность. 1900 год до нашей эры. Античность. Ну, в общем-то, нормально. Выключаю своё личико миловидное. К сожалению, нормальный век. Я вот думаю, либо исход евангелистов брать, либо монументальность. Ну, ещё озарение, конечно, может, что мы тоже будем озарение. Но просто исход евангелистов плюс два даёт. И я думаю, что религию мы точно сможем оставить. Одна основана ещё на одну... А, не, вообще только на одну. Кто-то читал. Так что я думаю, что мы точно... Давайте ещё проверим, что точно один взят. Да, один. Слушайте, тут ещё учёных понабирали. Нормально так. Так что я думаю, надо монументальность... Ой, не монументальность, а исход евангелистов брать. Просто два очка. Мы за основание религии получим, за распространение религии получим. Нормально. Так, тут мы лучников открыли. Теперь так нам рудник для добычи ресурсов вообще где-то возможен. Мы железо открыли же. А, железо. Давайте вот железо откроем. Потом каменную кладку и посмотрим. Теперь что нам по городам? Короче, надо как-то плотничком попробовать. Значит, сюда. И, соответственно... Ну, вот тут есть варианты. То есть, вот из этих трёх где-то надо поставить. Зависит, на самом деле, от того, какие... Ну, я бы сюда, наверное, планировал. И здесь снизу где-то ещё. Вот прям на соль, может. Или чуть пониже, вот сюда. Не знаю, даст ли мне Индия это сделать. Ну, и здесь где-то нужен город. Индия уже с поселенцем куда-то прётся. И вот тут, конечно, так Чинджу дебильно поставлен. Тут мог город влезть. Но не влезет. Так, апгрейдим до лучников пока. Надо с этим лагерем разбираться. Так, а здесь мы ждём прибытия Магнуса, чтобы вырубать этот камень. Ну, всё остальное вроде норм. Корея, конечно, по науке уже полетела куда-то. Так, наверное, мы можем этого лучника убить. Я долечусь здесь уже... ...прачником. Так, тут в рост можно, кстати, поставить. Тут вот где-то явно мы будем ромашку делать. Скорее всего, вот сюда. Если, конечно, я город тут поставлю. Так, а Индия кого-нибудь встретила? Встретила, а Корея? И Корея кого-то встретила. Интересно, это один? Игрок или разное? Так, Stonehenge кто-то построил. Ну, что, железо появилось? Фурия, она. Вообще нет железа, да? Вообще, даже не вижу просто. Не то, что оно где-то рядом. Я его просто даже не вижу. А, вот. Эх, где я город хотел ставить. То есть, тут вообще не влазит, да? Вообще, без шансов. Да. Так, Магнус прибыл. Сейчас мы трудовую дисциплину соответствую. Блин. Каменная кладка еще не открыта. Молодец я. Так, давайте пока потихоньку военную традицию. Которую, давай, здесь повинность откроется. Философию будем брать. Где-то сверху. Значит, тут. Вот нас четверо, я думаю, на континенте. И мы таким расположены по углам континента, судя по всему. То есть, там четвертый кто-то. Вот, надеюсь, Китай. Будет прикол, если я на том континенте, где нету Китая. Так, каменную кладку открыли. Трудовую повинность. Строительство чудес. Содержание юнита в правительственная площадь. Создание строителей. Плюс пять против варваров. Ну, нам надо еще пока проекты почитать. Я вот думаю... Ну, проект на религию. Пять ходов. Что-то долго. Хотя я сейчас камень вырублю с другой стороны. Сколько это сразу дает? Семнадцать. То есть, еще один нужен. Такое. Давайте посмотрим, где нам кампус. Ставить плюс два. Плюс два, плюс три. Ну, тут... Ну, пока так. Вин, камни бы, конечно, вырубать лучше на... Может, пока так оставить. Пускай он тут плюс два. Ну, вон, кстати, там Индия тоже хочет. Тут, парни, надо... Надо все-таки... Надо все-таки религию основать. Так. Тут мы Магнуса прокачиваем. Создание поселенцев не уменьшает население. Пока не ставлю карточку на поселенца. Начинаю политическую философию. Как раз пять ходов, слушайте. Этой молитвы я ускорю уже за счет камня. Просто я хотел камень на поселенцев как раз потратить. Скорее. Так. Кампус. Вот тут плюс три. Ну, тут плюс три из-за двух гор и двух тропических лесов. Оно, скорее всего, тропические леса. Один из тропических лесов уйдет. Так. Давайте, знаете, что? Священное место вот сюда. А кампус... Ну, в общем, тогда сюда. Ну, тогда тут будет плюс четыре, а не плюс пять. Потому что я вырублю тропический лес. Ну, и куда-то сюда придется центр коммерции. Видимо. Ну, может, все-таки карточку на строителей поставить? А, так она и стоит. Отлично. О, дофига железа у Индии есть. Оттуда вы повинность ускорили. В Канде посла. Блин, нам бы Канде засоюз. Мы же еще ни одно чудо не нашли. Да. Я уверен, что у нас на континенте какое-то чудо должно быть. А засоюзанная Канде даст нам реликвию. Так. Что, мы еще ни одного пастбища не построили? Ну, давайте пока верховую езду открывать. Потихоньку. Вот здесь политическую философию, да. 44 науки у Кореи. Охренеть. Просто там свои, эти, фигачит савоны и ни о чем не думает. Ну, вообще, надо срать на этого скаута. Пойдем руинки и лагерь забирать. Ну, тут какой-то фиговый все-таки. Ну, я поставлю по-любому тут грудь. Тут надо будет где-то город ставить. И тут еще. Понятное дело. Возможно, я даже буду ставить прямо, где вот руинка находится. Так, ну я бы там скаута где-то перехватил. О, веру дали. Кстати, неплохо. Так, тут в очередь после проекта поселенца ставим. Сразу. Да. Индус уже сюда всунулся. Кажется, ну, надо поселенца срочно сюда везти сначала, а потом уже туда. Сюда Корея еще не скоро. Хотя, тоже может. Ну, сюда важнее. Тут ресурсов больше. Так, следующим ходом. Ну, не следующим. Ну, три хода мы подождем. Не будем уже проекты читать. Пойдем туда наверх. Надо найти четвертого нашего соседа по континенту. Ну, больше, чтобы никого не встретили. Подойду, а разграблю вот этим. Да, ну тут дальше. Так, давайте подумаем, где мы тут еще хотим города поставить. Ну, честно говоря, я бы вот этот ставил просто сюда. А вдруг получится Петру там сделать пирамиды. И где-то тут еще город влазит тогда, получается. Ну, вот на скот. Ну, это такой себе, конечно, город будет. Но почему бы не поставить? Все-таки начитывает. Ну, ладно, заберет пророка. А вот еще кто-то взял уже. Как-то мы пропустили. Странно, кто-то взял пророка, но еще не основал. А когда он взял? 1840. Скажите, два пророка взято. Два пророка взято, но основана только одна религия. Причем второй пророк взят давненько. У нас уже как-то один раз было, мы так играли, помните? Второй, знаете, откуда пророк взят? Со Стоунхенджа. Но религия не основывается им. Я не знаю, как это... Что происходит. Кто-то построил Стоунхендж, но религию не ставит. Забавно. Ну, мне-то и к лучшему, конечно. Но все равно странно. Так, монумент. Давайте тоже строители. Нет, ничего плохого в сдерживании. Обладать оружием не то же самое, что использовать его. У них 515 и 443 силы. Мне уже страшно. Так, ну я пока античную республику ставлю. Это точно. Два влияния. Производство поселенцев. И... Чудеса мы пока не строим. Против варваров тоже нету смысла. Ну что, просто производство добавить? Торговых путей у меня нет. Чудеса я пока не планирую. Клетки выкупать. Ну, можно. Ладно, давайте клетки поставим. Так, это к столице относится? Да. Ведем сюда. И сюда надо армию перекидывать к этому городу. Есть у меня подозрение, что индус может и напасть. Если нападет кореец, ну, не знаю. По-моему, я все эти территории легко могу защитить. А вот с индусом, особенно с его слонами, я не знаю, что делать. Я смотрю, в основном дубы строит. Дубы-колдуны. Я следующим ходом тоже получу. Вроде как. Так что, пожалуй, продолжим поселенцев. Или строителя надо, чтобы вырубать под поселенца. Я еще вот эту и вот эту могу вырубить. Так, подожди, а на строителя у меня... Оставил я карточку, надеюсь, оставил. Вот это по одному открывается, но я не хочу их открывать. Пускай на будущее. Давайте пока драму и поэзию. И верховую езду надо отложить. Смотрите, пастбище тут надо будет построить. Где-то еще пастбище нужно. Так, в кайфпене. С чего начнем? Я думаю, все-таки со священного места. Так что идем туда. О! Нанимаем пророка. Ну что, Индия основала? Основала индуизм. Тут мы все посмотрели. Так, в кайфпене. Пока идет рабочий. Давайте еще рабочего. Или торговца сделать. Нам ни вера, ни пища, ни золото сейчас не нужны. Чтобы вот это лидзя проводить. Амбар еще можно. Наверное, амбар хороший. Хотя не вижу тут, на чем расти дальше. То есть, 4 жителя. Он нормально вырос. А вот дальше... Игмы вырастим. Надо найти еще строителя пока. Тут нам еще болото вот это осушать. Так, блин, чего вы тут везде стоите? Не пройти, не проехать. Толкаемся плечами. Так. Основываем религию. Кому там Пекин у нас поклоняется буддизму? А буддизм уже основан. Конфуцианство. Конечно же, конфуцианство. Блин, не посмотрел, кто у нас пророк был. Ну, трудовую дисциплину, походу, берем. И гурдвару, чтобы расти. Интересно, а мне дали... Так, хочу посмотреть, кто у нас пророком был. Кто у нас был пророком? Конфуцией. Ну, все правильно. Конфуцием основали конфуцианство. Зашибись. По-моему, мне кажется, это достойно лайка. Какой-нибудь комментарий еще написать к этому видео. Если вам нравится видео, конечно же. Лайкосик. Комментосик. Если очень нравится, то можно и спонсором канала стать, чтобы поддержать контент. Либо просто отправить какую-то денежку через Суперспасибо. Ну, кстати, не во всех странах работает. Либо просто через PayPal или криптовалюту. Все описание в комментариях, в прикрепленном комментарии, в описании. Все ссылки. Нет! Нет, не ставь тут город, тварь! Пожалуйста! Блин, ну вот это очень плохо будет. Черт. Это будет очень плохо, что он там сейчас город поставит. Почему он так в мою сторону, тварь, селится? Вот же еще у тебя куча места. Урод. Прям ты хоть войну объявляй. Ну, у него самая большая армия, 540. Там еще и слоны. Кстати, сейчас поставит город просто. Вот прям сейчас. Нет, не поставил. А, так он не может. Хорошо, почему он сюда не пошел? Точно, он не может. Тут от Канди... Фуф. Ну, повезло. Я тогда смогу поставить город. Просто повезло. И в нем надо, наверное, со стен начинать, а не с монумента. Не уверен, что в правильности того, что прямо сейчас надо болото удалять. Я думаю, не буду. Потому что пойду этим рабочему здесь бананы уберу. Так, здесь я бы выкупил... Пока у меня карточка стоит, что дешевле клетки выкупаются. Вот этих лошадей и камень. Да ладно! Нифига себе, Мачу-Пикчу. На 47-м ходу. Это... Ну, хотя... Подожди, где она? Где Мачу-Пикчу? Ну, она где-то далековато должна быть. Блин, что ты вообще в упорне? Вот, инженерное дело. Тут уже кто-то в инженерном деле. Хрена себе. Так, сейчас индус будет кричать, что ты рядом со мной поселился. Но я скажу, что я больше и не буду селиться. На самом деле это правда. Потому что мне в его сторону-то и некуда. Так, давайте сразу выкупим... Ртуть. Так, ну пока вроде все неплохо. Вопрос только объявит ли мне войну индус. Ну, кстати, по лояльности у него отваливается. Еще Майсур. Так, а я здесь не решил, где мне священочку ставить. Ух ты, плюс 5. Вау. Правда, эти тропические леса может Преслов вырубить. Если в его территорию они добавятся. Так, а акведук здесь же тоже можно поставить. Да я, наверное, тут акведук сделаю. Соответственно, здесь промышленную. Ну и получается театралку тогда сюда надо. Ой, театрал... Нет, не туда. Не театралку, а коммерческую. Центр коммерции. Может тут постоять, чтобы не появился лагерь? Рега там лучников. И с другим соседом он в дружелюбных отношениях, да? Ну, мне кажется, Диан Джоу все-таки тяжело брать. Блин, я же хотел стены сначала строить. Или все-таки монумент. Блин, я бы стены, наверное, построил. Надо всю армию к Диан Джоу подтягивать. О, Канди надо союзить. А сколько стоит его армию нанять, если что? 224, нет, без шансов. Ну, зато с Канди он тут повоюет. Не, Майсур вот, конечно... Я не знаю, почему он там стоял поселенцем и сам сюда не пошел. Но Майсур теперь не в тему немножко стоит. Ну, вот это, конечно, все надо Индусу заселять. И тут все Индусу заселять. То есть, если я сюда город поставлю, то я вообще буду доволен. То есть, в принципе... Так, влазим мы. Да, влазим все равно. Единственное, я думаю, может сюда. Ладно, давайте пока вот так пойдем. Ну, я бы еще пока поселенца строил. Так, давайте думать. Какая разница, тут или тут ставить. Еще можно вообще сюда. Может, все-таки сюда? То есть, у меня тут города все равно не влезут. Я же не собираюсь еще города ставить, так? А здесь мы ближе вот к этим клеткам вулканическим, улучшенным. И оставим какую-то часть тропического леса для соседства, например. Да, мне кажется, все-таки выше. Соответственно, вот так идем. Так, ну надо какую-то шахту, наверное, построить. Один рудник, я имею в виду. Так, тут холм. Тут холм. Так что вот так размещаем. И этот будет тут стоять. Имхо Дзянчжоу все-таки не берется. А если и стены построят, вообще 100%. Блин. А может, открытые границы можно с индусом? Ну, делегацию он нет, не примет. Даже заплатит за право прохода. Ну, давайте. Так, а вот этим надо будет идти лошадей обрабатывать. Кто-то возьмется к небесам, а вы лезете в грязь. Вообще так и есть. Лазим тут по грязи, по болотам каким-то. Где есть возможность поселиться, там и селимся. Блин, драму и поэзию я, наверное, зря открыл. Собственно, как и деньги. Блин, что-то я забываю откладывать. Так, а пошли в теологию, наверное. В общем, у меня достаточно еще одного города будет, да? Так-то, в принципе... Так-то здесь не пройти. Мне кажется, чисто в военном плане у нас опасность только от индуса. Я понимаю, что Корея, конечно, хорошо развита, но вот в этих клетках, ну, не пролезть ко мне. Просто я могу очень малыми силами защищаться. Так, ну, надо кукурузу убирать. Тут можно на один ход отложить. Кукурузу соберем и сразу священочку поставим. И там стены строим. Вы, мне бы чудо найти. Пока мне бессмысленно Канди немножко засоюжено. Сандок Оракул построила. Ну, у меня не может тут быть много престижа. Потому что как раз много тропических лесов, которые я вырубать не буду. Так что на заповедник не обращаем внимания. Вот тут есть то, что может поменять какие-нибудь карточки. Ну, поселенцы мне нужны. Создание строителей мне нужно. Хотя я пока их не создаю. Может как раз убрать. Наверное, карточку на строителей можно убрать. Вот что вместо них поставить. Юниты я не буду делать. Против варваров там не надо. Ну вот, способность новая, там, переделанного способность Цинши Хуанти. Вот смотрите, вот уже нету никаких варваров. И что? И что? И дальше не работает, да? Или оставить строителей. Я все-таки поделаю где-нибудь их. Ладно, мне кажется, вот из того, что тут есть, вот это... Ну, мне больше нравится из того, что у меня сейчас стоит. Так, вот этим бы я пошел... Ртуть обработал. Так, это тоже холм уже, да? Да, тоже стоим. То есть я вот отсюда весь радиус перед городом держу спокойно. Так, уже индусский миссионер прется. Индуистский. Это мне... Да ладно! Ну ладно, у меня влазит здесь еще город. Но это, конечно, чмо. О, корейское. Все мои шикарные места позанимало. Вышли в античность. Нам бы торговый путь, конечно, еще проложить. О, Ганди хочет мне ртуть продать, но у меня своя ртуть будет. Хотя он здесь где-то может город еще поставить? Нет, не может. Хорошо. Ну, то есть я еще так расставляю, что у меня по лояльности вроде нормально будет. Так, ну что, делать последнего поселенца? Или лучше священочку и купить миссионера? Потому что там уже разносят все нафиг. Давайте святилище. А сколько стоит святилище? 185 нет. Быстрее построить, чем накопить. Ну, хоть тут, слава богу, место осталось. И благодаря этому у нас нормально. То есть у нас получится раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь городов. Нормально. Ой, восемь ходов античность. Ну и мне хватит. Я должен успеть купить миссионера и, соответственно, еще очки наполучать. Так, вот тут у нас город должен стоять. Я правильно понимаю? Поэтому пока держим место. Так, и последним зарядом сахар обработаем. Ну, вот и что он теперь этого поселенца тут держать будет навечно? Ну, вниз ему надо идти куда-то, ставить город. Так, вот теперь... Соседство для священного места имеет смысл поставить. Подожди, а почему плюс два? Тут же три. Ааа, блин. Молодец, вырубил тропические леса с бананом. Малая чинка. Это я, конечно, тупанул. Не знаю, часть миллион пятьдесят шестая. Гонконг это на проекты. Хотя, вот, кстати, Гонконг крутой получается город для... Как раз Юн-Лэ. Плюс двадцать процентов. Вот, интересно. Производство в городах увеличится на двадцать процентов при проектах. А здесь выхлоп. Как раз от производства вот в этих лидзя. То есть, получится... Вообще, вообще, интересно за союзи Гонконг и проверить просто. То есть, я получу здесь семьдесят процентов от веры? Или просто оно быстрее... Нет, ну, оно... Ходы-то... По идее, должно семьдесят процентов, а не пятьдесят получаться. А от золота вообще сто двадцать. Блин, интересно будет проверить. Горит. Витя, не дает... Типа, нельзя строить промышленную зону, потому что тут горит. Но... Мы и не собирались, в общем-то. Блин, шестьсот армия у Индии. Шестьсот. Опять же, повторюсь, если мы тут стены успеем построить, то... Ну, это шестьсот дуболомами. Если бы я слонов увидел хотя бы, я бы, может быть, и напрягся. Это надо пока накопить. Поников. Тем более, соседям продавать. Так себе идея. Блин, шесть ходов античность. Закончится. Давайте миссионера покупать. Ставим город. Тут идем исследовать. Дальше. Тут стоим. На болоте, правда, плохо, потому что это, типа, минус к силе. Колесо откроем. Блин, ну нам надо золотой век. Так, как нам еще? Мы можем засоветить какой-нибудь город? Преслов, например, да? Это два очка нам даст. У нас два посла есть. А унса что дает? Одну единицу золота за перемещение. Так это пока нам не надо. А преслов вообще за каждое здание в военном лагере две единицы. Вообще фигня, по-моему. Я бы, кстати, унсу скорее союзил. Ну или Гонконг. Кстати, можем просто карточку на... Да, я бы Гонконг засоюзил и проверил наши проекты. Так, усиленца последнего делаем. Священное место готово. Ну, кампус пора. О, к нам индус и делегацию пришли. Отлично, улучшили отношения. Надо нам в ответочку послать. Так. С индусом вроде как все хорошо. Отправляем делегацию. Объявляем дружбу. Отлично. Все, можно расслабиться, что с этой стороны на нас нападут. Обращаем город. Мы должны еще успеть и кайфен обратить. За это время тут ставим город. Скаутом. Пойдем искать последнего жителя. Сейчас, наверное, Гонконг... Давайте я следующим ходом военную традицию открою. Поставлю карточку на... первого посла, чтобы Гонконг засоюзить. Сахарок. Пока не хочу продавать. Мореходство ускорили. Кстати, наверное... Ну, колесо откроем. И после колеса давайте мореход. Блин. Иногда вот почему-то шифт не срабатывает в этой фигне, когда ставишь в очередь. Кстати, а тут у нас и железо есть. О! Я увидел, где у нас железо может быть. Так, ну... Я себя сейчас очень уверенно чувствую. И эту уверенность позволяет мне, пожалуй, эту серию закончить. Выйдем ли мы в Золотой век? Да, прошу простить. Я поищу в другое место, потому что я в ту сторону уже не буду селиться. Выйдем ли мы в Золотой век? Будет известно в следующей серии. Спонсоры канала продолжение могут уже поискать в плейлисте. Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Слава Украине! Живе Беларусь! Всем пока! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok